Присылайте смс в эфир Радио Спутник в Крыму на номер 4647 с мобильного. В начале текста слово РИА Крым. Мы дорожим вашим мнением. Идем дальше. 8.36. Вернуть дворникам престиж профессии, создать все условия для комфортной работы и наделить полномочиями, предложил глава городской администрации Ялты Иван Имгрунт. Дворникам планируется разработать и пошить форменную одежду, индивидуальные нашивки. К условиям работы добавятся и обязанности. А именно, на новых ялтинских дворников возложат функцию квартальных надзирателей. В период Царской России представители этой профессии следили за порядком на своем участке и обо всех подозрительных моментах докладывали в полицию, так как входили в ее состав. Какой была работа дворников Царской России, мы обсудим с доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой документоведения и архивоведения Таврической Академии Крымского Федерального Университета Еленой Латышевой. Елена Владимировна у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем. Интересную тему поднял мэр Ялты. Очень интересную. Вы знаете, замечательная идея. Конечно, хотелось бы, чтобы у Ялты появились, ну, кроме чистоты, которая должна царить в таком прекрасном курортном городе, еще и люди, которые ее поддерживают, причем в форме, да, как это предлагает руководство, чтобы это были люди, которые занимаются еще и наведением общественного порядка, если это так можно назвать в целом. Я трудно представляю, как можно их будет сделать надзирателями, по той причине, что дворник не являлся сотрудником полиции никогда. Он был служащим. А то, что он числился по полицейскому ведомству, имел номерную даже бляху еще в 17 веке, это не считается служением, да, в полиции? Ну, смотрите, все равно разные были очень функции. В 18 веке полиция занималась в том числе очищением дорог, да, мощением улиц, но она не занималась тем, чем занимался дворник. Дворник убирал территорию прежде всего, да, то есть функции совершенно разные. Давайте тогда объясним, когда вообще стартовала на Руси профессия дворника, и при каком исправителе это было официально, или те первоначальные функции? Официально в 1649 году Алексей Михайлович Романов вводит такую должность, и потом каждый следующий, Петр Первый и Екатерина Великая продолжают эту традицию, и все-таки тенденция наведения порядки в городе, да, в городской черте, она преобладала. И центром этого наведения порядка становится такая должность, как дворник, которая сейчас зачастую нивелировалась, да, то есть это был человек, который отвечал за очень многие функции. Но мы понимаем, что двумя основными проблемами города в тот период времени, в зимнее время это был снег, оледенение, то есть в некоторых регионах России, если нет дворника, он вам утром не почистил, вы из дома не вышли. И дальше не идете из-за количества, да, снега. Ему нужно было этот снег убрать, ему нужно было этот снег вывезти на санях куда-то, да, на какие-то места, где он там должен был дать. То есть полностью функции ЖКХ сейчас выполняет. Причем, да, такая тяжелая физическая работа. А летом это в основном навоз. То есть уборка территории, осенью листья, но листья в меньшей степени. Интересно, что служащие городского хозяйства, тогда дворники, находились в ведении противопожарных служб. Это тоже очень важно, наверное, было в те времена на Руси тоже следить еще и за возгораниями. Конечно, кроме антипожарной работы, мы бы сказали сейчас так, была необходимость, отопили в основном галанками, да, то есть везде практически отопление было дровами. И вот поднос, колка дров часто тоже лежала на дворнике. Сейчас тоже мало кто об этом, да, знает. Далее в системе работы дворника входило еще закрывание дома. Если я правильно помню, в 23 часа. Вот мне кажется в 23, ну вот где-то в это время, дворник запирал. Это могла быть дверь дома, это могла быть калитка, да. И после чего, если вы пришли позже, вам нужно было в случае, ну, скажем, в 19 веке, может быть, и позвонить в Москве или в Питере, в звоночек дворника, с табличкой дворник. А до того нужно было подергать колокольчик. И дальше вы надеялись, что дворник вам откроет. Что тоже немаловажно. Сейчас мы тоже себе это трудно представляем, да, одна из таких важных функций. Вот такие совмещения функций. Сейчас есть дворецкие, например, в каких-то таких домах, ну, так их мы называем дворецкие, или коменданты, которые сидят в доме, и вот подобные функции тоже выполняют. Дворецкий – это была другая должность. А вот раньше дворник все в себе совмещал. Нет, это разные должности. Дворник убирал территорию, и если подходил возраст и физическую работу, он такую не мог дальше нести, а выполнял ее качественно, у него был шанс устроиться дворецким. Уже перейти в дом непосредственно. Да, но это, понимаете, это было небольшое количество, это усадьбы, это помещичьи дома, это человек, который работает в доме. У него большие обязанности, но они касаются только благоустройства, поддержания дома. Это не касается приусадебной уборке или при домовой уборке, как это делал дворник. Это разные функции и разная физическая работа. У дворников очень долго сохранялись функции разноса писем, ну, каких-то, да, письменных сообщений. Да, тоже известная история. Пока они начали вешать ящики для писем, и такая, ну, появляется уже почтальон как таковой. Да, человек, который доставляет почту. Тогда с дворника это сняли. А до того это был его заработок, приработок. Ему заплатили копеечку, просили отнести. Есть даже данные, что боролись дворники, да, с почтальонами. Есть такие данные, да. Мыши подкидывали в почтовые ящики, чтобы мышь сгрызала корреспонденцию, и таким образом вместо почтальона и ящика опять обращались к дворнику, чтобы он непосредственно руки передал. То есть, как бы, ну, это был очень долго, да, я думаю, что переход длительный был, потому что купить ящик, поставить ящик, это тоже стоило денег, да. Поэтому думаю, что длительный период был разделение, да, этих функций. Но тем не менее. А дворники всегда дворниками назывались? Или у них были другие названия? Да. По этой профессии. Всегда это было... Дворник. Ну, я как бы не сталкивалась с другой, может быть, как-то еще называли. Но я... Это было от слова двор. Ну, вот те самые квартальные надзиратели, о которых говорил глава городской администрации Ялты, это все-таки дворник или... Это нижший чин полиции. Это была другая профессия. Да, это нижший чин... С дворником она когда-то вообще совмещалась или нет? Нет. Это нижший чин полиции. Но ведь дворник, вот как я уже говорила, числился по полицейскому ведомству и был тоже к полиции привязан. Ну, не совсем так. Он следил за порядком. Он следил за порядком. Это, допустим, если вы в доме увидели незнакомого человека, тогда была проблема с чердаками, только на чердаках воровали. Мы сейчас очень трудно представляем, что на чердаках сушили белье. В зимнее время могли играть дети. Да, в холодное время. Но также чердаки всегда интересуют людей, которые не имеют возможности где-то проживать. А в то время еще тех людей, которые пытались что-то заработать, что-то украсть, тащить. Дети оставляли игрушки, ну, я предполагаю, какие-то предметы. Могли что-то хранить на чердаках. И сушить белье, которое можно было украсть и продать. Поэтому это было тоже видение данных людей. Но, естественно, были подвалы, за которыми тоже нужно было следить. Если человек буянил, если он собирал людей, мы бы сейчас сказали маргиналов. Это все в рамках дома одного. В одного дома или в XVIII веке закреплено было 10 домов. За каждым дворником 10 домов. Дом был большой, да. А со временем увеличивается этажность строений. И в крупных центральных городах это мог быть постоялый дом. То есть дом, в котором снимали квартиры. Да, под найм. Это могло быть несколько домов. Это могли быть какие-то частные строения. Но тоже какое-то количество, да. Которое делилось и закреплялось за дворником. Естественно, он следил за тем, кто там проживает. И в случае, если увидел собрания массовые. Да, все-таки работали, особенно в конце XIX, в начале XX века. Работали против политических в большом количестве. И дворник должен был сообщать. Я бы сказала, что это функции связаны были с полицией. Не то, что неофициально, а внештатно. Есть такое хорошее слово. Внештатные сотрудники. То есть на них возлагались обязанности внештатных сотрудников полиции. И они должны были докладывать о всевозможных нарушениях правопорядка. Если, конечно, жилец дома горланит песни против царя, строй и так далее. По идее, нужно было об этом доложить. Насколько докладывал именно дворник? Насколько докладывал дворник, я не знаю. Я не интересовалась таким количественным результатом. Может, да. Но я думаю, что это было не массово. Елена Владимировна, при каком исправителе профессия дворника, она, ну вот, скажем так, получила свое становление уже в массовом, в широком порядке? Мы сказали, что при Алексее Романове профессия была введена на Руси. А при каком правителе она получила распространение и престиж стал появляться у профессии? Ну, я думаю, что Екатерина, конечно, великая, когда вводит уже городское самоуправление, поднимает эту должность на более высокий уровень. А все-таки 19 век приходится расцветом вообще в целом дворника. Хотя вот дворник, которого мы видели в иллюстрациях, такой в темной одежде, с фартуком, это екатерининские такие вот тенденции, это становление профессии, да, как вот единицы самоуправления. Но все-таки 19 век, мне кажется, развивается все вокруг, да, строения становятся высотными, город увеличивается в численности очень сильно. И такая вот работа становится престижной, трудно, ну, престижной, да, потому что в 19 веке и в начале 20 века в основном это отставные солдаты, причем часто с очень хорошей выслугой, да, с очень хорошими рекомендациями, идут в дворники. У них есть свой дом где-нибудь в сельской местности, куда они уезжают на лето. И зимой они в основном зарабатывают, служат, да, дворниками. То есть сюда нельзя было попасть просто так, вот, без рекомендации тоже. Это была должность, за которую платили деньги, живые деньги. И вот на момент 1914 года я посмотрела, сколько получал дворник. Где-то минимальный доход в месяц составлял 19 рублей, а максимальный старшего дворника, если у него было в подчинении, там еще 4-5, мог доходить до 40. Это в сравнении много, мало? Ну, рабочий человек, работающий, на предприятии достаточно успешно, получал 25 рублей. 20. Довольно-таки хорошее заработало. А то и 20 с половиной или 25, да. То есть это достойно. Самые низшие категории заработка, это были, готовили еду, как это... Повара? Не повар тогда это называлось. Вот видите, вылетела... Сейчас мы практически не пользуемся. То есть женщина, которая приходит... Кухарка. Кухарка. Вот, да. Видите, устаревшая уже у нас сейчас быту использования, она могла получать 9 рублей. Ну, считала, что все женщины умеют готовить, представляете? С учетом, да, такого сравнения дворнику, в принципе, платили немало. В связи с этим, конечно, мы можем сделать вывод, что профессия была престижной. Ну, если я правильно помню, там 50 копеек, ну, 40 с чем-то копеек, килограмм, если я правильно помню, мясо стоило. Давайте по форменной одежде скажем. Вот опять возвращаясь к фразе, которую по поводу дворников сказал Иван Имгрунт, мэр Ялты, он сказал, что еще было бы неплохо разработать и пошить форменную одежду для дворников, индивидуальные нашивки. Как вообще форма менялась? Вы сейчас упомянули вот тот самый знаменитый образ из классической литературы, длинный темный фартук. Да, это вот, мне кажется... Не темный. Не темный? Белый. Ну, может быть, черно-белые фотографии давали такой эффект. Но это был длинный, практически до пола, да, фартук, который был форменной одеждой. И вот этот образ у нас закрепился, мне кажется, еще со школьной скамьи в головах. Как менялась одежда? Ну, я думаю, кардинально не менялась. Вы же понимаете, что условия жизни и условия производства тканей, да, и пошива одежды, они не сильно менялись по очень длительный период времени. Дворники носили выворот, ну, дубленки, мы бы сейчас сказали, грубые выделки. Ну, так и носило все население практически. Купить ткань и пошить из ткани очень длительный период времени. Ну, наверное, это было очень дорогостоящее предприятие. И ткань шерстяная была дорогая, и она промокала, в ней не так было тепло. И человек, который работает на улице, ну, был вынужден, конечно, со временем появляется, и производство ткани становится дешевле, и уже 20 век приносит распространение шерстяных тканей, да, в общем, в большом количестве. Безусловно, вся одежда, нам сейчас даже трудно представить это, наверное, она шилась, ну, в 19 веке это уже массовое производство достаточно, а до того это еще и ручное производство в большинстве случаев. Поэтому одежду очень уберегли, одежда очень дорожили, шили ее под себя, вот, подшивали, латали, штопали, тоже вещи, которые нам сейчас трудно представить, да. Сейчас найдите красивейшую даму молодую, которая вам заштопает. Мне было бы интересно это посмотреть. Говорили мы когда о заработной плате дворника, сказали, что она была весьма неплоха для тех времен. Как долго вообще работали на этой службе? Вот вы сказали, пока физическая активность помогала работать, дворник был дворником, потом его переводили на другую службу, хороших даже отправляли в дворецкие. А были ли династии раньше дворников? Были ли какие-то знаки отличия, какие-то заслуженные дворники? Ну, у них был знак, нагрудный знак, да, с номером его участка. Ну, это знак номерной. А были ли именно знаки отличия, лучший дворник? Да, да, были, были. И это очень известная история, когда в честь Дома Романовых награждали все сословия, было трехсотлетие Дома Романовых и династии Романовых, да, и в том числе и дворников. И, кстати, очень известная такая вот «12 стульев Ильфа Петрова», да, работа, где там как раз-таки бывший барин Воробьянинов повторяет, мне дворника без медали не нужно. Это вот имея в виду как раз вот эту медаль, что люди получали, это говорило о том, что у человека очень высокая квалификация в этом виде деятельности. Да, дворник Тихон, да, по-моему, там был в «12 стульях», и знаменитый еще дворник из классики – это Герасим, тоже по профессии дворник. Когда стало меняться представление о профессии, когда мы уже увидели того дворника, которого видим сегодня на улице в городах? Ну, представляете, мы сегодня имеем с вами города-миллионники, где проживает, ну, сказать, огромное, даже мега-огромное количество людей, да, мы с вами накапливаем огромное количество мусора, которое нужно вывозить. Вокруг огромное количество необходимой территории для уборки. У нас появились безумные движения, которые, да, тоже являются, требуют расчистки и так далее. Все это потребовало увеличения большого количества людей, которые будут заняты в этой профессии. Естественно, если вы делаете профессию безумно массовой, то квалификация и оплата резко падают. Ну, то есть квалификация сотрудника падает, и оплата падает. И обратите внимание, для нас сейчас важно, что дворник имеет отражающий жилет на себе, да, потому что для него в темное или раннее утро важно, чтобы вы видели проезжающие. То есть меняется вообще стиль жизни, меняются требования. Сейчас дворник, человек, который работает, защищает дорогу, да, на машине. Это тоже дворник. Или занимается вывозом, да, допустим, сбором, вывозом там мусора с территории. Это тоже может числиться дворником, наверное, не знаю. То есть массовость профессии убила изюминку, наверное. То есть наша индустриализация, да, урбанизация, все это повлияло. Конечно. Понимаете, когда мы говорим, что дворник знал всех жильцов... Да, вот, кстати, интересно, если можно, я цитату приведу буквально короткой строкой относительно того, что он знал всех жильцов. Обязанности дворника 1854 года. Дворник обязан знать в лицо всех жильцов дома, где служит, в каких квартирах живут, чем занимаются, их звание и чины, а также прислугу их, и кто по какому виду проживает. Вид — это паспорт. Именно в обязанности дворника входило немедленно относить в полицию паспорт вновь прибывшего в дом жильца для прописки. Тоже интересный момент. Такой вот дворник... Представьте дом. Да, который всегда вместе с вами. Вы его знаете, и он у вас. Вот я совершенно недавно, очень была задача, на мне позвонила знакомая из Москвы, говорит, мы смотрели квартиру на 44-м этаже. Я трудно представляю себе 44-м этаже, честно. Для Москвы это уже нормально. Я не была в доме из 50 этажов никогда в своей жизни. Ну, этажей, извините. Но для меня, кажется, 25-этажный дом или строение — это огромное количество семей. Да? Представьте, как может человек, который убирает территорию, где стоит 5, 6, 7 домов по 25 этажей, по 4, 3, 5 подъездов знает жильцов. То есть, вы понимаете, тут уже нереально совершенно. И как только вот это количество людей в городах увеличилось, такой человек, как дворник, перестал иметь возможность за всем этим следить. И эти функции умирают сами по себе. У этого человека, как должны снова лица, да? Просто выполнить невозможно. Ну, вот здесь, наверное, с вами соглашусь, в Ялте может быть и возможное. Они очень большие. Нет, слава богу, 55-этажных зданий, 40-этажных. И если увеличишь стат, возможно, вот это какая-то такая прообраз той модели, о которой мы говорили, исторической, можно будет воплотить и в современной Ялте. Посмотрим, как это будет сделано. Спасибо вам большое, Елена Владимировна, за то, что вы пришли к нам в студию. Поговорили мы о профессии дворника, о том, как раньше эта профессия себя реализовывала, кто работал на этой службе, какие функции выполнял. Ну, и о современности в том числе тоже сказали несколько слов. В гостях у нас была Елена Латышева, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой документоведения и архивоведения Таврической Академии Крымского Федерального Университета. Благодарю вас еще раз. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Утро на радио «Спутник в Крыму». Первое информационное радио.